Друзья, расскажу-ка себе вам сейчас быстренько, для чего нам нужна эмоциональная ключевая разгрузка. Потому что мы часто разгружаемся и в любимом деле, и когда там орём на кого-то, мы же разгрузку делаем, да? А ключевая разгрузка отличается от обычной разгрузки тем, что в этой ключевой разгрузке вы подбираете те действия, которые подходят лично вам, пуская мысли на самотёк и чувства на самотёк. Переживаете на этом фоне? О чём переживается? О чём не блокирует? Выпускаете пар? Для чего это нужно? У нас же есть два мышления. Эмоциональное мышление и рассудочное. Рассудок. Разум. Так вот, когда вы делаете ключевую разгрузку, а её надо дозировать по времени, объясню потом зачем, и когда вы делаете ключевую разгрузку, выпускаете пар, выпускаете пар, думаете о чём думается, переживаете, 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 и в конечном счете вы выходите, и оно. Эмоциональная разгрузка приводит к эмоциональному нулю. То есть ваши мысли отключаются от эмоционального сопровождения. Но это такое состояние задумчивости появляется, как иногда у вас бывает, когда вы в окошко смотрите и задумались. Или музыку слушаете и задумались. Или на пламя свечи смотрите и задумались. Или после тяжелой работы сели отдохнуть и задумались. Такое эмоциональное дистанцирование. И что здесь происходит? В этом состоянии на психологическом уровне, когда вы дистанцировались эмоционально от проблем, о которых думали, вы приходите к самому себе. В этом состоянии у вас появляется, поскольку ум от эмоций дистанцирован, он становится рассудочным, трезвым. Разум появляется. И вы таким образом от субъективного отношения к людям, к вещам, к явлениям переходите через ключевую разгрузку к рассудочному мышлению, к разуму, к трезвому мышлению. И там вы все видите как бы со стороны. Да, о чем бы вы там ни думали, ничего не включается. Эмоции-то на нуле. Вот для этого это и нужно, чтобы лучше понять, что вы хотите, как этого достичь. И главное, дать себе совет, если вы хотите что-то в себе улучшить. Потому что в обычном состоянии вам легче давать советы другим, потому что вы их видите со стороны. А к себе вы относитесь эмоционально. Вы чувствуете свою исключительность, вам кажется, вам простится то, что может другому не проститься. А ведь обычно говорят, относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Ну поэтому, когда вы выходите на состояние нуля, эмоционального нуля, то потом постепенно затихают и мысли, и вообще ни о чем не думаете. Но в этот момент вы понимаете, допустим, как надо поступить в том или ином случае. Лучше. Потому что вы мыслите трезвее. Вы таким образом от эмоционального мышления перешли к разуму, к разумному мышлению, к рассудочному мышлению. И здесь вы можете в себе что-то улучшить, что-то перестроить, дать самому себе совет, что-то у себя воспитать. Если сделаете здесь перезагрузку, до момента, когда у вас наступит полный ноль, когда мысли освободились от хаотичности, когда начинает наступать порядок и гармония, и когда у вас уже стресс ушел, и когда вы уже можете подумать, спокойно помечтать, в этот момент начинаете мечтать о желаемых переменах в себе и в своем будущем. И это автоматически, естественным, органическим способом становятся доминанты для вашего поведения. Так можно быстро выработать новые черты характера, поработать над собой. Вообще метод ключ – это метод работы над собой. И ключевая разгрузка является его центральным звеном. и она всегда приводит к результату положительному. Там всегда возникает такое состояние задумчивости, такой легкой пустоты, освобождения и восстановления. Восстановление. Потому что там вдруг, если проявится, что вам хочется плакать, надо плакать. Если проявится, что хочется спать, надо спать. Значит, вам этого не хватало. Вы этого, может быть, и не замечали среди дневной задействованности, все время решая какие-то вопросы, все время реагируя. Батарейка мозга истощилась. А теперь вы сняли напряжение, вышли из задействованности и почувствовали, что вам надо сделать. Две минуты вы сидите в стадии поседействия с рассеянным взглядом, с расфокусированным взглядом, с задумчивостью. И понимаете, через две минуты вы уже начинаете слышать себя, что вам хочется сделать. Спать хочется. Идите спать, ложитесь. Хочется повторить разгрузку? Повторите. Хочется идти дрова колоть, как я говорю, идите дрова колоть. Но сделайте то, что вам хочется сделать, когда вы две минуты посидели с рассеянным взглядом. И этим самым вы восстанавливаете свое здоровье, свою целостность. Вы дали организму то, потребность в чем проявилась. Так люди и худеют, бросают лишний вес, так люди и поправляются в плане своего здоровья. Всегда приятные эти результаты. Стройность появляется, легкость, бодрость, накапливается море энергии потом. Но это все происходит. А не в момент, когда вы это делаете. Это потом происходит. Если вы так несколько вечеров или дней одних, когда у вас есть время удобное, сделайте разгрузку с подбором тех действий индивидуальных, которые вам точно соответствуют, которые максимально вам комфортны. Они не создают напряжение, они не создают боли. И вы как раз идите по зеленой зоне, ищите то, что вам приятно. И делайте, и делайте, и делайте, и делайте. И вы заметите, это как на руках у мамы. Мама вас покачивает. То же самое здесь. Потому что когда вы напрягаетесь, у вас чаще движение. А у некоторых даже такие появляются. Делайте так. Или делайте медленнее, как хочется, как организм просит. Поэтому думайте не о том, как делать упражнения, а переживайте, о чем вас. Переживается. Что я еще хочу по этому поводу сказать? Естественно, естественно. Могут возникнуть какие-то непонятные состояния. Ну, допустим, мне кто-то пожаловался, что у него после разгрузки возникает апатия, когда вообще ничего не хочется, и потом она затяжная, и долго длится. Так не должно быть. Это значит, проявилось что-то такое в организме, что было спрятано. Я задаю тогда вопрос, а часто так бывает? Да, бывает часто. С детства, например, бывает. Ну, я, говорит, заметил или заметила, что после разгрузки, после этих упражнений, я быстрее восстанавливаюсь к норме. Конечно, после разгрузки все быстрее восстанавливаются к норме. И потом все бывает замечательно. Бывает так, что давление у человека сниженное, и когда он делает разгрузку, оно еще больше снижается. Гипотоник. Может, он с детства гипотоник. Поэтому из системы ключ, по критериям ключа, подбора путем перебора, подберите. Другой ключевой прием. А разгрузка нам нужна, когда вы в жутком стрессе, и не знаете, как освободиться от этих переживаний, чтобы успокоиться, прийти в себя, найти себя, найти гармонию с собой и с миром. Разгрузка нужна. Иначе вы эту разгрузку делаете, там, поругавшись соседом, даже выругаетесь матом, даже бросите чашку, даже начнете орать. Вы все равно разгружаетесь. Лучше, конечно, любимым делом разгружаться, потому что это одновременно созидательная вещь. И она любую трагедию переводит в произведение. Или делать ключевую разгрузку. Оно ничего не требует. Особого времени не требует, помещения специального не требует. Делайте, делайте, делайте. Потом сели, а можно даже сидя делать, вот так покачиваться, и думать, о чем думается, переживаете, о чем переживаете. Не переживаете уже, не переживайте. Можете для восстановления это сделать, а можете это сделать для перезагрузки. Но об этом мы потом поговорим. Как правильно перезагружаться, чтобы любой стресс сразу вам напоминал, что после стресса вам многие задачи будут решать легче, как стресс-стресс. Ну, это отдельный разговор. Как воспитать у себя новый якорь такой. Ну, а теперь понятно, да? То есть эмоциональная разгрузка, она нужна для того, чтобы мы от эмоционального мышления перешли к рассудочному, треслому мышлению, чтобы мы обратились к разуму. Да, к разуму. А именно там можно производить перемены. Потому что пока вы эмоционально реагируете, вы ничего в себе поменять не можете. Вы будете делать те же самые ошибки. Сколько бы вы себе советов не давали, вы опять будете наступать на те же самые грабли. А вот когда вы выходите на трезвый, вы к разуму обращаетесь. Вот там вы перестановку сделаете путем перезагрузки. И воспитаете у себя новые отношения к жизни. К людям. В личных отношениях. Да. Поэтому нам нужна ключевая разгрузка, которая открывает вход и в перезагрузку. И к восстановлению. И вообще к новому счастью. Давайте, друзья. До встречи. Будем же все-таки иногда рассудочными. Иначе, иначе. Мы все время наступаем на те же грабли. Субтитры создавал DimaTorzok